вот я и варшаве то есть мой тур начался вчера выехал я из клайпеды доехал до вильнюса потому что на другие автобусы напрямую я никак не успевал и вот только сегодня буквально недавно я приехал варшаву думал сегодня еще сяду на поезд и поеду сразу в прагу в чехию но увы к сожалению я снова никуда не успел поэтому буду ждать до 5 утра там следующий выезд за билет до до чехи до праги отдал 100 евро быть на сайте было написано что евро 50 где-то обойдется не знаю почему так дорого получилось отель снимать и не буду потому что это не имеет никакого смысла буду гулять по варшаве всю ночь а потом я покажу вам прагу приехал я в прагу и сразу же первым делом пошел искать отель ну то есть изначально все посмотрел на букинге перед тем чтобы заселяться я всегда как-то заселался в отдельную комнату мол чтобы я один был но теперь я решил вроде что-нибудь новенькое ну как новенькое я начал начинаю заселяться в те места где не знаю там четыре человека шесть человек вот чтобы мол с кем-то жизнь может как вариант какие-нибудь новые интересные знакомства то есть кто знает а может вещи попиздят здесь вообще никак не угадаешь поэтому что-нибудь да из этого и выйдет нашел я подешевле потому что не вижу смысла переплачивать ну и поближе чтобы чемоданами чемоданом не таскаться потому что я взял все свои вещи так как я после после венгрии сразу сразу на работу в бельгии полиция то есть такую комнату я снял всего лишь за 18 евро за сутки то есть такие ящики чтобы прятать свои вещи то есть мелочь чемодан есть ключик то есть от б ячейки ключик на вещи ложишь так насчет что у нас здесь есть так принципе душевая душевая принципе пойдет за 18 евро в сутки свет пропал ладно другую включим кулет бумага очень удобно принципе все а насчет вида из окна в принципе за такие деньги за 18 евро это вообще сказка пришел помылся поспал ё-моё вообще замечательно пороховая башня которую обязательно стоит посидеть праге здесь всегда как мне еще говорили что очень атмосферно и очень часто играет музыка как мы слышим люди сидят играют на скрипке в в одном месте если пройти чуть дальше в другом месте также играют то есть спокойная атмосферная музыка обязательно стоит просто постоять и понаблюдать это все это просто реально волшебно особенно чтобы просто съездить от уск а Мы с последним джинем не справимся. Продолжение следует... Довольно оживленная улица. Все поют. Кто-то ездит на велике. А, нет, на велике. Купил, короче, флаг. Флаг Чехии. Дома посетил на столе. А хотя нет, как вариант, просто повешу. На стену, чтобы висел. То есть это второй флаг. Буду еще флаги коллекционировать. Вообще будет тема. Будет что вспомнить. Оба-на. Сейчас пойдем смотреть. Пражские Акуранты. Безумно оживленная площадь, потому что это одно из самых популярных мест в Праге для туризма. В принципе, днем здесь красиво, но не так, как ночью. Днем все серо-сыро, но ночью. Открывается безумный вид. Не то, что вид. Волшебство в самом освещении. То есть, как переливается свет. То есть, светлое и темное. Вот это то самое место, куда реально стоит сходить. И у меня ассоциация с Италией. Когда я был в Италии, улочки все очень похоже. Ну, архитектура как-то ближе к Бельгии. Вот и куда мы пришли. Площадь. Кстати, недалеко от порохового здания. Ну, то есть, где я был до этого. Здесь, в основном, все, что тебе нужно. Все рядом находится. В принципе, даже не придется как-то бегать в один конец города, в другой конец города. Все довольно компактно. Ну, то есть, то, что тебе нужно будет посетить, самое такое интересное. О, вон она статуя. Я не историк, конечно. В плане архитектуры, в плане памятников. Ну, это восхитительно. Ну, это просто восхитительно. Волшебно. Всем доброе утро. Я вот сижу в тапочках. Сигарка. Сигарка и... И пью чай с моей любимой игрушки. Вот здесь. Вообще атмосферно хорошо. И сигарка. Шесть утра. Только проснулся. Так спокойно. Так хорошо. Так хорошо. На этот раз я снял хостел за 18 евро, чтобы не бомжевать. Не бомжевать на вокзалах, аэропортах. Зато хоть выспался. Пришел сюда. Шесть утра. Посидеть, покурить, попить чай. Может, сегодня еще здесь потусуюсь. Еще посмотрю. Еще много чего, кстати, не обошел. Поэтому за сегодня я это все сделаю. А вечером, думаю, да, в принципе, вечером или, может быть, утром соберу все свои манатки и поеду в Австрию. Потому что там так же много чего интересного, как я знаю. Там там, может, дня два. Дня два еще побуду. Как охуенно. Заселился я в другой отель. То есть, изначально хотел его продлить, но, увы, на ресепшене никого не было. до номера, которые были то есть указаны на букинге. Я тоже туда вообще никак не дозвонился. Звонил на букинг. Там так же до них никто не дозвонился. В итоге я выселился в 11 часов и заселился в другой хостел. Там отдал 20 евро. На два евро дороже. И, в принципе, по картинкам там намного симпатичнее. Вот. Думаю, сегодня еще перенощую. И завтра, завтра поеду Ну... Гену! Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Не, в Литве. Литвиния. Литвиния, Роркин, Бельгия, Бельгию. Спасибо. А, и забыл рассказать самое интересное. Вот этот чел, который там с мечом, доспехов, все дела. Я стоял, фотографировал его, он спрашивает, откуда я. Я такой говорю, из Беларуси, он такой, о, Лукашенко, диктатор. Я такой говорю, чикширик, Лукашенко, чикширик. Он начинает, короче, ржать. Я тоже начинаю ржать. Видимо, он понял прикол. Наша Слава-Комиссаренко скоро будет народным достоянием. Так же и в Европе. Вот мы и пришли в Пражский град. О, тема. Правда, много людей. Да ладно, не суть. Если бы так посмотреть. У меня вообще тема, лютая тема. В принципе, даже не знаю, как по-другому комментировать эту красоту. Просто лютая тема. На молодежном сланге. Блин, даже камеру полностью не захватывает. Ооо. И так скромненько домик стоит. Хотел бы здесь квартиру снимать. А хотя зачем снимать? Зарплату куплю себе где-нибудь вот здесь вот. Квартиру, даже две буду. С получки. С получки куплю. Все. Так, вход платный. Может сходить туда. Зарплату я квартиру здесь покупаю где-нибудь. Рядом. 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 Офигенно. Для тех, кто захочет сюда сходить, Пражский град. То есть, сюда напрямую никак не попадешь. Не попадешь. Здесь нужно будет обходить. То есть, с другой стороны. И, например, чтобы сюда попасть, здесь также стоит охрана, где нужно, но непробно выбирает людей, чтобы там вещи проверить, чтобы они, то есть, ничего там, бомбу никакую не занесли. Вот. Вот этого стоит. То есть, вход абсолютно бесплатный. Зашел, посмотрел, пофоткал все. Тебе нужно. Но ночью я сюда, наверное, не успею. Но я уверен, она также будет освещаться. Кстати, да, очень много людей, кто говорит на русском. Например, когда я в отель заселялся, то есть, в хостел, первый на русском говорили, а сегодня заселялся в другой хостел. Там также женщина говорила на русском. В магазин заходил также, на русском говорили люди. То есть, здесь для тех, кто плохо знает английский язык, то это будет не проблема. Я так понимаю, здесь большинство людей знает русский язык. то есть, еще плюс одна привилегия для Чехии. То есть, по мне это волшебно. Обойдем вокруг. Ну, я здесь то есть сам. Именно сейчас первый раз. Чисто жив... Оба-на! Живые впечатления! Живые впечатления! Охренеть! Оба-на! Блядь! Восхитительно просто! Восхи-ти-ти-ть-льно! Восхи-ти-ти-льно! Восхи-ти-ти-льно! я сюда когда-нибудь еще один раз приеду потому что ты реально этого стоит в основном я страны посещаю ну один раз может быть два раза но сюда сюда мне захочется еще один раз приехать сюда мне захочется еще один раз приехать вот если бы выбирать вернулся были бы я в италию или чехию я бы выбрал чехию восхитительная архитектура восхитительная я читал про это она строилась 6 столетий то есть беспрерывная стройка этого сооружения 6 столетий 6 столетий охренеть ну и мы сейчас идем дальше оргазм я там получил что будет здесь что будет здесь здесь будет ну это я показывал он только с другой стороны сувениров я снова на покупал целый пакет чтобы дома там отправить домой в беларусь родителям чтобы они на холодильник повесили там в прямом смысле у меня есть холодильник там дома в сувенирах и вижу я их только может через лет пять если повезет а пока что как-то так так вопрос том еще потом выход здесь найти чтобы обратно туда не возвращаться и не делать круг большой круг восхитительно изысканно поставить здесь палатку и жить но увы наверное нельзя но увы наверное нельзя а так хотелось что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok И куда это мы сейчас идем? Это Карлов мост Сейчас пойдем прямо на него Посмотрим, какие открываются виды с него Мол, это также одна из самых главных достопримечательностей Праги Куда обязательно стоит посетить Ну, как написано А сейчас мы на него сходим Оба-на! Дима лютая Так, идем дальше Да блядь, здесь очень много Очень много людей Так, что там дальше? О! Круто! Зарплату себе такой куплю Зарплату Так Кстати, бомжей Бомжей очень мало Удивительно, конечно Очень мало Примерно как в Риме где-то Там их также немного я видел Все же не есть Так Что-то там Оба-на! Что там дальше? Бывается Офигенный вид Фоточки 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 Фоточки, фоточки, фоточки Я уже не могу смотреть на сувениры Потому что я слишком много Их купил Как обычно Чего продают? Зарплаты куплю Так Кстати, там Там я уже был Ходил Видосики, фоточки Тоже, кстати, очень крутое место Очень Прям очень крутое место А, там я также уже был Ну, в принципе Как можно сказать? Что можно сказать? Вид на город На старый город Нет, туда я не могу спускаться Ничего необычного Мост как мост Ну, ладно Печально Немного печально Даланте еще Все вы, наверное, слышали О знаменитом танцующем здании В Праге Это одна из новых построек В принципе На картинках В интернете Было намного лучше Я специально сюда Пришел ночью Думал, сейчас будет Офигенное освещение Я вам все покажу Но, увы Здесь Как-то, ну Ни хрена нету Думал, что-нибудь будет эпичное А здесь как-то Все сыро Разочарование какое-то И может быть Я не вовремя Не вовремя пришел Я даже специально Днем сюда не ходил Чтобы кайф себе Не обламывался Но, увы Увы Как оно есть Как оно есть Вот так оно есть Так Здесь еще Еще один мост Еще какое-то здание Уже второй день Хожу Как-то все Глаз замылился Уже нету Такого восторга Типа Ооо Нифига себе Ооо Этого уже больше Как-то нет Завтра поеду Вену Может там что-нибудь Будет такое Интересное Немного Побежимся По ценам То есть Целидл Такая банка Кофе Евро Евро Это будет Где-то Евро Евро Тридцать Ну, то есть Это чешские кроны Евро Тридцать Такая банка Такая банка Чуть больше Трех Евро Белорусскими Рублями Где-то Рублей Десять Что-ли Ну, главное Что-ли Это шампанское Так Как вариант Еще хлеб Можно посмотреть Где он Здесь А Насчет хлеба Насчет хлеба Так Двадцать три кроны Двадцать четыре Ну, меньше Евро То есть Белорусскими Рублями Три рубля Где-то будет Евро Девяносто Центов Евро Двадцать Четыре Рубля Так Если Вкратце Пробежать Так Это где-то Почти Четыре Евро Будет Белорусскими Рублями Рублей Одиннадцать Примерно Так Насчет мяса Так Куриная Ножка Видимо Да Также Где-то Четыре Евро Одиннадцать Рублей Белорусскими Или Двенадцать Так Так Что еще Посмотреть О Куриная Тушка Видимо Охрен А да Куриная Так Двести Шестнадцать Двести Шестнадцать Это будет Где-то Восемь евро До Восемь евро Так Восемь евро Восемь евро Кстати Выпечка Здесь Вообще Дешевая Где-то Семьдесят Центов В принципе По сосискам Сесть О Шпинат Это Вообще Может быть Центов Треться Вообще Копейки Где-то Белорусскими Рублями Примерно Ну На данный момент Я говорю Примерно Цифру Потому что Я не могу Сказать Точь В точь Посчитать Плюс Минус Десять Центов Туда Сюда Так Ну Это Лидл Здесь Много Чего Есть Так Что Еще Можно Посмотреть В плане Молочки Так Ну Тут Центов Девяносто Будет Белорусскими Рубля Три Ага Ну это Евро И рубля Где-то Белорусскими Ну все Вкратце В основном Майонез Майонез Ну евро Восемьдесят Где-то Масло Масло Сливочное Два Пятьдесят Два Пятьдесят Евро Так А Вода Четыре Девяносто Ну это в кронах Если что То есть Вообще Копейки Может Центов Тридцать Где-то Даже Двадцать По мелочи Ну в общем Вкратце Я пробежался Ну чтобы вы вообще Понимали цены В Чехии В магазине Вот и все На этом Моя экскурсия По Праге Заканчивается Сегодня Последний вечер Утром Я Просыпаюсь Пять часов В шесть сорок четыре У меня поезд До Вены Надеюсь Что этот видос Наберет Хотя бы Сто просмотров За месяц Хотя бы Я правда Очень стараюсь Катаюсь Снимаю Для вас Все Поэтому Поставьте Пожалуйста Хотя бы Лайк За мои старания Всем удачи Пока Пока